Первый заслуженный врач РСФСР в Северском районе Надежда Степановна Науменко 19 сентября отпраздновала 100-летний юбилей. Надежда Науменко родилась в 1919 году в Самарской губернии. Окончив школу, поступила в Куйбышевский мединститут, где проучилась два года и продолжила обучение уже в Свердловске. Клятвый гиппократ – это символ того, что человек не вредит другому. Вот это явилось столпом, кажется, в моей жизни, что я никогда не старалась вредить другому. История Львовской больницы неразрывно связана с именем Надежды Науменко. В 1959 году Терпишев уехал в Новороссийск. Осталась я одна и работала пять лет одна. И на приеме, и в стационаре. Как это все удавалось, не знаю. Ночами не спала. Выходных никаких я не знала. Ничего я это не могла знать, потому что мне нужно было бежать к больным. Я рада была, когда я когда-то больному что-то оказала, какую-то помощь. Я говорю, что мне казалось, я песни бы пела, если бы больному, когда больному легче. По инициативе Надежды Степановны 15 марта 1964 года открылась новая типовая больница на 35 коек. Построенных зданий отвечала городским стандартам. Надежда Степановна с 1959 по 1975 год занимала должность главного врача. И даже уйдя на заслуженный отдых до 1989 года работала терапевтом. Ее деятельность на благо здоровья людей ценена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Награждена знаком отличник здравоохранения. Но самая главная награда из них – это звание заслуженного врача РСФСР. Несмотря на все свои достижения, Надежда Степановна скромно признается, что без своего коллектива ничего бы не добилась. Именно эти люди всегда были для нее поддержкой и опорой. Ну как я строю свою работу? Круглые сутки работала. Ну ничего особенного вроде я и не делала. Я не знаю. Я не старалась к тому, чтобы себя куда-то выставить, куда-то продвинуть. Я просто работала, что мне душа подсказывала. Я считаю, что это вся наслуга коллектива, который поверил в меня, а я поверила в них. Трудом и всей своей жизнью Надежда Степановна является собой пример самоотверженного трудолюбия, служения Родине и людям, доброты и милосердия. Коллектив телерадио компании «Атаман» сердечно поздравляет Надежду Степановну Науменко с Великим праздником вековым днем рождения. Желаем теплых и радостных воспоминаний, искренней любви и заботы родных, верного здоровья и отличного самочувствия. 19 сентября состоялась очередная сессия Совета муниципального образования «Северский район». Работа началась с торжественных поздравлений председателя территориально-избирательной комиссии Владимира Захарченко 65-летия. Далее новоизбранным депутатам Диане Гороховой и Георгию Попову вручили удостоверение. Совет традиционно рассмотрел текущие вопросы. Адам Чарим в своем выступлении обратил внимание на проблемы, которые требуют скорейшего решения. Я тоже еще раз хочу поздравить избранных депутатов и района, и поселений, и главпоселений. Если какие-то споры, сплоки, интриги были до 8 сентября, то мы эту страницу переворачиваем. И теперь есть одна целая мощная команда депутатов района, депутатов поселений, главпоселений, которые должны работать на то, чтобы было комфортно, уютно жителям нашего района. Коллеги, каждый глава должен быть хозяйственником. В политику играть не нужно. Поэтому я призываю, еще раз говорю, проблем очень много. Проблем очень много. Нужно на этих проблемах сконцентрироваться и работать. Все, что было обещано людям, люди должны получить. Юрий Коваленко продолжит руководить Афибским городским поселением. По результатам выборов главы поселения, 8 сентября он набрал подавляющее число голосов – 94%. 18 сентября в Доме культуры поселка Афибского в рамках сессии Совета поселения состоялась торжественная инаугурация. По традиции избранный глава принес присягу. Клянусь соблюдать конституцию и законы Российской Федерации, устав и законы Краснодарского края, устав муниципального образования Северский район, устав Афибского городского поселения и другие нормативные акты местного самоуправления, направляя деятельность администрации на благо жителей и процветание поселения. В этот день Юрий Коваленко принимал заслуженные поздравления. На инаугурации прозвучали добрые слова и пожелания. Уважаемый Юрий Антонович, Ваша победа на выборах – это показатель доверия избирателям. Этот кредит доверия Вы заслужили своими организаторскими и управленческими качествами, системным подходом к работе и вниманию государства. Народ поддерживает Вас и Ваша обязанность, как представителя власти, оправдать их надежды. Юрий Коваленко еще раз обратился к своим избирателям. Он поблагодарил всех за оказанное доверие и пообещал оправдать все надежды. «От всего сердца благодарю Вас, земляков, голосовавших за меня на прошедших выборах. Это значит, что эта работа, которая проводилась в поселении, имеет положительные результаты. И эти результаты видят и ценят наших жителей». После инаугурации каждый присутствующий смог лично поздравить Юрия Коваленко с избранием на новый срок. В районном центре состоялась первая сессия Совета депутатов Северского сельского поселения 4-го созыва. На повестке дня усобравшись избрание председателя Совета, формирование комитетов по всем отраслям и избрание главы Северского сельского поселения. По решению депутатского корпуса председателем Совета избран Олег Ратников. Главу предстояло выбрать из трех кандидатов – Андрея Владимировича Дорошевского, Николая Васильевича Дивеева и Геннадия Николаевича Мамошина. Каждый из них выступил перед депутатами и рассказал о себе и планах в случае избрания руководителем поселения. После выступления кандидатов состоялось тайное голосование. По его результатам победу одержал Андрей Дорошевский. Новый глава Северского сельского поселения обратился ко всем собравшимся. «Хочу поблагодарить вас за оказанное доверие. В свою очередь обязуюсь оправдать то доверие, которое вы мне оказали. Вместе с вами ходили как кандидаты, как депутаты, с людьми общались. У нас есть уже перечень пожеланий, которые надо исполнять. Поэтому времени на раскачку нет. Будем сразу вступать в работу и исполнять наказы избирателей. Надеюсь на благотворную работу. Всего вам большое». В конце встречи слово взял глава Северского района Адам Джарим. Он поздравил всех участников сессии с завершением избирательной кампании. Многие полагают, что устроиться на хорошую работу – это просто. На самом деле найти подходящую вакансию не так легко. Отыскать дело по душе и с выгодой для кошелька поможет Центр занятости. 20 сентября в поселке Ильский прошла акция «Планета ресурсов». В рамках краевой акции «Планета ресурсов» Северский центр занятости совместно с администрацией муниципального образования Северский район проводит ярмарку вакансий «Планета ресурсов» в Северском районе. В ярмарке вакансий принимают участие как работодатели, так и учебные заведения. Работодатели, это у нас более 18 работодателей, представляют свои вакансии. Граждане, посетившие ярмарку, могут поговорить именно лично с работодателями, узнать все интересующие их вопросы. Такие ярмарки вакансий проходят в районе регулярно. Для всех желающих это хорошая возможность начать карьеру, ведь навстречу жителями прибыли более 20 работодателей. Специалисты службы занятости подчеркивают, работу здесь найдут каждому вне зависимости от возраста и опыта. В школе учащиеся 9-11 классов могут посмотреть и поговорить также с представителями учебных заведений для дальнейшего выбора профессии. Также у нас представлены мастер-классы, это информационные фильмы для детей, и также на базе мобильного центра занятости будет оказано тестирование. Особое внимание молодежи. Для старшеклассников важно определиться с выбором профессии. В какой колледж или вуз поступить, кем стать в будущем. Выяснить интерес к тому или иному ремеслу, определить личные качества и склонности помогает специальное тестирование. Ведь хочется, чтобы работа была не только прибыльной, но и любимой. Сильви Факон создаёт фантазийные наряды, черпая вдохновение на улицах родного Араса, средневекового городка на севере Франции. Это платье так и называется – посвящение. На Лифе – старинная улочка с башней Бифруа середины 16 века. Это символ города, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Вдохновение приходит ко мне отовсюду. Я сама себе говорю, что мои платья сказочные, всё идёт из головы. Я не про минимализм. Меня увлекают вещи, которые полны деталей, истории, которые можно рассказать, длинные и романтичные». Фантазия мастера поражает воображение. На платье музыка элементы настоящей скрипки обрамляют хрупкое плечо, рукава и юбка будто сотканы из нотного альбома. А это платье украшает витрину городской библиотеки Араса. Налив из органзы, пришиты корешки книг. На создание наряда ушло 250 часов кропотливой работы. Есть в коллекции более современные формы – мини-платье с плиссе из книжных страниц, вшитых в тюль. «Работать без ограничений, не задумываясь о том, будет ли платье пригодно для носки, подходит ли оно по размеру. Всё это даёт исключительную свободу. В конце концов, у меня нет необходимости их продавать. Каждая девочка когда-то мечтала быть феей. Для любительниц хрупкой красоты Сильви создаёт вечернее свадебное платье на заказ. Цена изделий – от 2000 до 4700 евро». «Всегда есть невесты, которые хотят платье в стиле «Тысяча и одна ночь». Платье принцессы Дианы. Хотя сегодня подавляющее большинство невест выбирает более простую свадьбу и более простые платья». Сильви – дизайнер-самоучка. Десять лет назад она была социальным работником. Клиенты находят её в основном по сарафанному радио и странице в Инстаграм. Десять лет назад она была социальным работником. Десять лет назад она была социальным работником. Оль, а давай материнский капитал обналичим? Машину поновее возьмём, на юга сгоняем. Гриш, эти юга будут на севере, на лесопогрузчике поновее. Сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать, передать или обменять. Это незаконно. Любой, кто пытается это сделать, включая владельца, становится соучастником мошенничества. Направьте материнский капитал на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсию мамы. Пенсионный фонд России. Оль, а давай тогда квартиру побольше возьмём. Ты кто? Я ваше счастье. Девочка, мы тебя, как это сказать, не планируем? Проходи. Разве счастье можно планировать? Счастье не планируют. МЧС России предупреждает. Неосторожное обращение с огнём приводит к трагедии. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова